Как можно пойти в, во-первых, вообще в благотворительный фонд? Понятно, что это может быть неожиданностью. Я не всегда себя уверенно чувствую в том, что я делаю, почему я так делаю. Предельная ситуация вообще не просто поиска смысла, а вообще переписывание этого смысла. Слушай, хочешь я тебя на флейте сыграю? Какой это твой следующий шаг? Всем привет! Это следующий шаг, подкаст о поиске новых смыслов. Этот подкаст создан на базе программы Школы управления Исколкова «Флоу». И здесь наши героини делятся своими историями тем, как они искали эти смыслы, как они их находили, как проходили разные кризисы в своей жизни. И это очень интересно. Сегодня наша героиня Анна Португалова. Аня, привет! Привет! Мы завели традицию на нашем подкасте не представлять наших участниц. Ты сама можешь представить себя. Вот как ты себя сейчас видишь и как ты себя представляешь нам, всем и нашим слушателям и зрителям? Я Аня Португалова. Человек. Бываю в разных ролях. Наверное, сейчас больше всего меня определяет то, что я поддерживаю людей с синдромом Дауна и их близких. Я директор благотворительного фонда «Даунсайдап» уже 22 года. И я еще член совета фонда «Синдром любви», который основал «Даунсайдап» 7 лет назад. Надо сказать, что ты в фонд пришла нетрадиционным способом. Ты пришла из финансовой индустрии. Можешь рассказать, как такой выбор произошел? Ну, на самом деле, очень часто в фонды приходят с личной историей, и это как раз совсем не мой случай. Да, я училась, в процессе учебы начала работать на финансовом рынке. Ты не просто училась, ты же редкая женщина, редкая девушка, которая училась в МФТИ. Сейчас уже не редкая, сейчас в МФТИ много девочек. Правда, я уже рассказывала, что в нашем бакалавриате 30% девчонок учатся, да. Но в то время... Тогда было мало, да. У нас было, по-моему, 5 девушек и 80 мальчиков на курсе. Да, я училась на ФИСТИХе. 5 девушек и 80 мальчиков, да, прекрасно. На ФИСТИХе, на факультете управления прикладной математикой. И тогда такие годы были сложные. Я училась в 1991-1997 годах, и надо было уже работать, потому что иначе было невозможно жить. И я пошла работать в финансовый сектор, работала в компании «Солид». И там возглавляла бэк-офис, вообще ставила работу бэк-офиса. И в процессе работы, в частности, я поняла, что такая жесткая бизнес-структура – это не совсем мое. Я встретилась с тем, что рынок труда, он был готов меня воспринимать. Именно вот я возглавляла бэк-офис. Сейчас я его поставила, значит, я должна это делать, дело продолжать. И меня нельзя поставить на какую-то стартовую позицию, потому что у меня были в подчинении уже люди, хоть я была совсем юная. И, соответственно, я очень долго не могла найти работу. И как раз совершенно случайно увидела объявление благотворительного фонда «Даунсайдеп», который искал финансового директора тогда. И я пришла оттуда, ничего не зная о людях с синдромом Дауна. Более того, вообще никогда в жизни не встречавшись с такими людьми, и так получилось. И просто придя туда, я попала в совершенно другую атмосферу. Меня сразу поразило. Из офиса попасть в какую-то такую немножко семейную атмосферу, где были маленькие стульчики, где носились дети. И меня зацепили именно люди, которые там работали. И так получилось, что тоже у нас случился контакт. А собеседовал со мной человек, который основал этот фонд, это Джереми Барнс. Он англичанин, работал в России. У него родилась племянница синдрома Дауна. И он узнал, какая разница между будущим его племянницей, которая родилась в Англии, и то, что происходит с людьми синдрома Дауна здесь в России. И его вот это вдохновило создать фонд. И, собственно, вот так вот мы с ним встретились и как-то нашли друг друга. И так я пришла в фонд. И это было сложное решение, потому что моё окружение меня не понимало. Как можно пойти, во-первых, вообще в благотворительный фонд. Ещё и непонятно, что это. Да, и непонятно, что это. И ещё и такая тяжёлая тема. Люди синдрома Дауна. Это же вот так вообще, это грусть страшная. И мне все говорят, аня, ты такая позитивная, весёлая. Зачем тебе это? И тут поразительно совершенно. Тут случилось какое-то внутреннее именно ощущение интуитивное. Хотя я очень-очень прагматичный человек, логик, математик. Но вот здесь во мне что-то внутри сказала, не может быть, чтобы это не было классным делом. Потому что вот то, что я почувствовала в людях, в атмосфере, мне показалось, что прямо это очень интересная команда. И что можно свою энергию направить в такое мирное, классное русло. Ну и всё же это в какой-то степени испытание на прочность. То есть, с одной стороны, первое, ты действительно совершенно попадаешь в другую индустрию, которую мы ещё совершенно не знали. И вот фактически ты её и строишь эти 20 с лишним лет уже. С другой стороны, ты каждый день фактически сталкиваешься с людьми с синдромом Дауна. И, конечно, это эмоционально всё равно достаточно непросто. Скажи, пожалуйста, как ты сейчас, как ты чувствовала себя в тот момент, когда ты пришла? Как ты чувствовала себя на протяжении этого периода? И как ты тут чувствуешь себя сейчас? Были ли у тебя какие-то такие действительно тоже кризисные ситуации, в которых тебе пришлось размышлять, вообще оставаться в секторе, не оставаться? Понятное дело, что всегда происходят разные ситуации. И я не всегда себя уверенно чувствую в том, что я делаю, почему я так делаю. То есть я такой человек, который и сомневается очень часто, и ищет постоянно. Но здесь мне, наверное, очень помогает вообще моё отношение к жизни. То есть я уверена совершенно, что этот мир прекрасен, и что всё, что с нами происходит, с любым из нас, оно нам нужно зачем-то. И нужно для того, чтобы мы стали ещё лучше, ещё прекраснее. И вот у меня уверенность есть это прямо с детства. А в какой момент приходят семьи в фонд? Бывает, что мы вообще открыты в любой момент. Даже бывает, что люди ещё только думают о том, чтобы завести ребёнка. Их волнует эта тема, они могут прийти в фонд и поговорить об этом. Поэтому вот на том этапе, когда люди хотят получить поддержку, они обращаются в фонд. И часто это бывает сразу после рождения ребёнка синдрома дауна. — А при этом, опять же, из моей практики, я правильно понимаю, что вообще сейчас делается даже скрининг, который определяющий... Он не даёт стопроцентно, но показывает шанс, что, наверное, такое может быть. Я помню, что даже мне с моим младшим, 19-летним, уже такой скрининг предлагали. Я просто помню. — Тут надо понимать, что это вероятностная история. И к нам приходят многие семьи. Если делать обычный скрининг, то тут непонятно. Есть сейчас... Можно сделать анализ по крови на девятой, по-моему, неделе. И с большой вероятностью понять, есть ли именно генетические аномалии, и, соответственно, в частности, синдром дауна. То есть бывает, что родители, будущие уже на стадии беременности, понимают и решают, что у них будет ребёнок синдром дауна. И тоже мы поддержим такой ситуации. — И ты говоришь, что чаще всего приходят уже, когда сейчас вот ребёнок родился, приходят. Как вообще... Даже, знаешь, странно такой вопрос задавать, но как себя родители в этот момент чувствуют? Потому что понятно, что это может быть неожиданностью, может быть неприятие в этой ситуации. Вот как они себя чувствуют, и как вы выводите их в состояние того, о чём ты сейчас говоришь, что да, это особенность жизни. Да? Так бывает. Вот сможешь чуть-чуть про это поговорить со мной? — Безусловно, на самом деле тяжело рассуждать, не побывав в этой роли, честно. Конечно же, это очень сложное испытание жизненное. И оно происходит не так, что вот оно с тобой случилось, и ты потом это как-то пережил. А оно... Это меняющееся состояние, и оно будет с тобой всегда. То есть это факт. Но в нашей жизни разные происходят события, и они могут, естественно, менять наш путь. И тут вопрос именно, наверное, самое сложное для родителей, это вообще сориентироваться и понять, как изменится твоя жизнь, и что будет дальше, и что будет, когда тебя не станет. Это самый страшный вопрос для родителей. И здесь очень важно, и то, к чему фонд стремится системно, чтобы было понимание пути вот этого маршрута. Вот сейчас так, а потом... Сейчас будет вот поддержка у семьи такая. Потом ребенок пойдет в детский сад, и здесь варианты такие. Потом пойдет в школу, и здесь варианты такие. Вот, к сожалению, на, так скажем, системном уровне вот пока такого маршрута у семьи нет. И как раз задача фонда вот создать эту картинку. Надо двигаться по шагам. Ведь вот какая-то, так скажем, в ситуации полного непонимания, что будет дальше, очень помогает, когда кто-то рядом с тобой говорит, слушай, многие прошли по этому пути, делаем следующий шаг. И я не могу сказать, что фонд в этом случае играет роль вот этой опоры. И мы говорим всегда любой семье, близким, самим людям с синдромом дауна, мы рядом, на твоем пути будут разные, на вашем пути будут разные сложности. И для фонда самое важное транслировать вот эту ситуацию, что мы рядом. А у нас специализация у даунсайдапа именно психологическая, социальная и педагогическая поддержка. И здесь самый лучший вариант, когда семья пришла, мы сориентировали, помогли ей сделать вот эти шаги. Дальше, возможно, она будет участвовать в занятиях, консультациях в фонде. А, возможно, найдет свой путь и даже не будет приходить в фонд, а придет в какой-то момент, там, не знаю, следующего этапа. Мы пошли в детский сад, у нас такие-то сложности. То есть здесь роль фонда именно быть всегда точкой опоры и быть рядом. Да, давать поддержку. Я, знаешь, о чем подумала? Мы рассуждаем в нашем подкасте о поиске смысла, и все эти истории как бы тоже, значит, обсуждаем, приводим их как пример. А ведь то, о чем ты сейчас сказала, это такая предельная ситуация вообще не просто поиска смысла, а вообще переписывание этого смысла, который случился в твоей жизни. Потому что ты всю свою жизнь начинаешь видеть совершенно по-другому. Вот можешь ли ты сказать, вот как этот новый смысл пересобирается? Можешь ли, может быть, привести какой-нибудь пример, какую-нибудь историю вообще из твоей практики? Особенно учитывая, что ты видишь, да, ты 20 лет уже, когда ты видишь эти дети, с которыми ты начала заниматься еще 20 лет назад, уже взрослые, да, вот какую-нибудь историю можешь рассказать? Ну, возможно, могу привести историю той же Флоренс, которая родилась в Англии, потому что, мне кажется, она очень яркая, и она нас всех всегда вдохновляет. У нее тоже был непростой очень старт, и часто у таких детей, у малышей бывают сопутствующие заболевания, у нее тоже было много и больницы, и разных медицинских проблем, с которыми семья справлялась. Но вот сейчас Флоренс, это девушка, ей 27 лет. Она говорит на двух языках, на английском и французском. Она живет в Англии в проекте сопровождаемого проживания. То есть она живет без родителей. Естественно, родители рядом, и у нее есть несколько работ. Она ходит в один день в офисе, занимается в отделе маркетинга, работает. Прекрасная карьера. Она занимается спортом. Была в сборной по плаванию в Англии, ездила, объездила весь мир, и они завоевывали и награды, и она лично, и очень много плавала. Для нее было там в день 3 километра проплатить вообще нормой. Вот это вот такой пример вау, да? И он успешный. Есть примеры, когда, может быть, у человека, у любого человека, у него свой путь. И пример может быть даже то, что, например, ребёнок с синдромом Дауна пойдёт в обычный детский сад и научится коммуницировать, возможно, даже не разговаривать чётко, а общаться, взаимодействовать. И это будет огромный успех. Такой же, как я рассказала про Флоренс. У каждого свой путь. И у каждого свой успех. То есть это не всегда очень линейно, да? Всё зависит от того, в каком, как бы, собственно, состоянии человек и действительно где есть его пределы ресурсности в том числе, да? Да, и для родителя тоже. Для него вот этот успех, наверное, в принятии вообще этой ситуации, это очень непросто, да, принять эту ситуацию, не накладывать на ребёнка своих супер-ожиданий, потому что, ну, что мы все хотим, ребёнок будет, вообще пойдёт в Гарвард, не знаю, будет супер-карьера. А почему? То есть вот здесь вот для родителей испытание именно принятия пути, принятие того, что у ребёнка будет свой путь, и я буду рядом, я его буду любить и буду поддерживать. И это будет для родителя большой успех. Есть родители, у которых дети, например, там, после школы идут в колледж, а потом, может быть, найдут даже какую-то занятость в нашей стране. Это пока очень редкий случай, это зависит как раз от нас, это то, что тоже фонд развивает. Вот пример хочется привести школы, да? Да, давай расскажем историю про прекрасную Элю, которая работает у нас в школе управления Сколковым. И Эля пришла в отдел документа оборота, и тоже наши специалисты сначала вместе с сотрудниками школы Сколково смотрели, какой фронт работы могут выполнять такие люди, потому что, понятное дело, что он немножечко другой. Здесь должны быть часто какие-то рутинные вещи, повторяющиеся. И здесь как раз люди синдрома Дауна могут себя проявить очень интересно, потому что часто это позиции такие рутинные. Да-да-да, очень сложно найти человека на такие позиции. И постоянно текучка. А здесь человек, который будет это делать с удовольствием, и ещё и вносить в коллектив позитивную волну. Это даже исследование Макинзи на эту тему было, что реально человек синдрома Дауна, когда он включается в коллектив, меняет атмосферу. Я сама могу это подтвердить. Мы периодически с Элей встречаемся, собственно, у нас в школе. Вот и любим поболтать. Вот она рассказывает, что у неё происходит в жизни, что происходит в личной жизни. Абсолютно классно. В общем, полноценно живущий жизнью человек. И с очень хорошим настроением. Точно. И это большой успех, Эллин. Если бы Эля сейчас не работала в Сколково, мы часто задаём такой вопрос, что я не знаю, что я дома посидеть не смогла. Но, к сожалению, таких примеров пока очень мало. И в частности потому, что, наверное, общество ещё не очень готово. Вот ты знаешь, ты как раз подвела меня тоже к вопросу. Ведь действительно готовность общества начинается буквально с самого маленького возраста. Ты рассказала про детский сад. Я могу себе очень чётко представить ситуацию, и очень чётко представить ситуацию хоть в саду, хоть в школе, когда родители других детей могут сказать, слушайте, мы бы хотели, чтобы наши дети не учились с особенными детьми. Это их может тормозить или ещё что-то. Мне кажется, что у нас в обществе до сих пор достаточно частая ситуация. На самом деле это неудивительно, потому что это же очень постепенный процесс. Почему родители боятся? Потому что они не знают. У нас очень мало опыта. У родителей опыта нет практически общения с такими людьми. Они не знают, чего ждать. И первая мысль именно о том, что зачем моему ребёнку вот общаться с таким. Реально там они что на математике будут вместе сидеть, и значит, он потянет вниз. А на самом деле то, что есть и образовательные технологии такие, которые не ущемляют. И здесь, конечно, пока тоже наша образовательная система ещё не очень готова к включению таких людей в процесс. Но это тоже через какое-то время развивается всё равно. И здесь это возможно такими взаимными усилиями, когда и образовательная система тоже на государственном уровне меняется, и готова к включению таких людей. Есть специалисты, которые знают, как работать с классом, где есть такой ученик. И в то же время и общество тоже, чтобы была готовность пойти на это. Ну, принятие. Ты знаешь, сейчас сразу сказала столько важных вещей. Во-первых, ты говоришь, слушайте, давайте начнём, правда, спокойно с просвещения. То есть ты могла бы сейчас сказать, да, какой кошмар, что-то общество и так далее. Ты спокойно говоришь, давайте, правда, надо всех людей беречь, давайте начнём с просвещения, всё понятно. И потихоньку, постепенно, как бы эту культуру приём, да, культуру принятия, да, культуру инклюзии. А надо сказать, что эта культура, она касается всех людей. Поскольку мы все очень разные, со своими разными характерами, со своими разными проявлениями этого характера. И принятие этой разности, это вообще, ну, вот как бы есть как раз та самая инклюзия. Вот, и второе, ты говоришь, что, конечно, вообще-то, если на это ещё и посмотреть, как на развитие педагогических практик, которые, в общем-то, умеют работать с этой инклюзией, а значит, умеют работать с теми самыми особенностями каждого человека, это вообще-то очень сильно двигает вообще педагогическую науку и наше образование. Вот то, что я вижу, это вообще, если создавать атмосферу комфортную, например, для людей с синромом даун, я точно могу сказать, что там будет комфортно любому человеку. Потому что у нас у всех есть особенности. И нам хочется, чтобы их принимали в расчёт, чтобы их принимали. И чтобы их заметили, потому что тоже, знаешь, помнишь, мы на программе очень часто обсуждаем тему проявленности. И когда ты понимаешь, что у тебя есть какой-то набор твоих качеств, твоих характеристик, и тебе хочется их проявлять, а ты боишься, потому что тебя общество уравнивает, тебе семья до этого говорила, не высовывайся, да, говорил, там, не надо, вот, будь такой, как все, вот, не выпендривайся. А дети с синдромом дауна, они, мне кажется, про это не думают. Они же такие, какие они, как бы, есть? Или я ошибаюсь? Вот можешь немножко тоже рассказать? Здесь тоже, да, лучше, конечно, всегда спрашивать самих людей с синдромом дауна о том, что они чувствуют, ну, вот, насколько я общаюсь, да, и вижу. Ну, на самом деле, они, как и все, очень тонко чувствуют отношение к ним. Да, да, и размышляют очень много на тему, почему у меня синдром дауна. Они часто избегают вообще этой темы, им слово, у нас работают люди с синдромом дауна в фонде. И, например, они, некоторые, не любят говорить даун сайдап, они говорят сайдап. Сайдап. Прямо принципиально. То есть это, так скажем, не так, что просто вот улыбаются, открыты и принимают. Людям синдром дауна всё свойственно, всё то же самое, что и нам. У них есть, безусловно, свои особенности. Есть вот эта тема, что они очень, у них эмпатия очень развита. И, возможно, они не накладывают ожиданий на человека, и человек это чувствует. То есть они реально открыты, они видят именно тебя. Вот я вот ровно про это и хотела, я это имела в виду. Потому что, поскольку, спасибо тебе большое, тоже мы увлечены в театр, который ребят ставит спектакли, мы в них участвуем, периодически общаемся благодаря фонду тоже с твоими подопечными. И ты просто видишь, как они с тобой общаются. Они тебя видят. Да. И им нравятся твои проявления. И они как раз наоборот, они пытаются тебя немножко даже где-то растолкать к этим проявлениям. Они тебя подойдут, обнимут. Будь человеком, будь живым. Я как раз вот это имею в виду. В них настолько много, во всяком случае, в тех, которых, опять же, всех, кого я видела. Вот этого желания жизни, соприкоснуться с тобой, видеть тебя во всех твоих проявлениях, которые, говорю, в нашем таком классическом исполнении мы стараемся всё время в себе как-то смирять, быть аккуратными, скромными, не проявлять себя. Вот мне кажется, они вот, знаешь, в какой-то степени нас сподвигают людьми. Делают людьми, да, делают живыми людьми. Делают живыми людьми, да, да, да. И с небоязнью наших проявлений, вот понимаешь. Я сразу вспомнила ситуацию, которую я очень хорошо запомнила. Вот суета, много дел, вот надо решать много проблем и задач. И вот в этом всём я сидела за столом, и ко мне подошла Маша, которая работает у нас с 2004, по-моему, года. Мы прям взяли специально на работу и поддержать, и чтобы родители, когда приходили, чтобы они видели, что вот, сотрудник. Да, да, да. Она ассистент-педагога, и сейчас тоже он работает у нас. И она подошла ко мне, так, посмотрела на меня, говорит, слушай, хочешь я тебе на флейте сыграю? Понимаете? То есть это в офис, вот ты сидишь, и ты, и я вот сразу думаю, какая, какая, вообще, какая странная ситуация. Вот я сижу в офисе, у меня вот миллион вот делал задач, а вот человек приходит, и он тебе говорит, слушай, ну ты вспомни вообще, мы здесь все люди, жизнь прекрасна. И она хочет меня реально поддержать. Давайте на флейте сыграю. Мы очень часто слышим в нашем обществе, хотя это и обобщение, солнечные дети. Но мы практически никогда не слышим солнечные взрослые. Вы работаете не только с детьми, но и работаете со взрослыми. Расскажи, пожалуйста, мы все время обсуждаем, какие кризисы, какие жизненные ситуации проживаем мы, а как взрослее, какие ситуации, какие кризисы проживает человек с синдромом Дауна, и как меняется его личность, что с ним становится, когда он взрослеет. Если говорить вообще о солнечности, мы как раз вот в фонде всегда говорим, что это, ну, наверное, это еще один стереотип, и мы не хотим его навешивать, потому что человек с синдромом Дауна может быть очень разным и проявлять себя по-разному. А вот эта солнечность, она именно идет от вот этой эмпатии, о которой мы говорили. И человек с синдромом переживает все те же кризисы, как и обычный человек. Только, наверное, в силу особенностей. Это будет, может быть, чуть позже, возможно, в другой форме, но также совершенно ребенок будет взрослеть, и это будет и плохое созревание, и это будет другое понимание сознания жизни. Поэтому через все те же этапы проходит человек. Да-да, я вот как раз хотела сказать, что мы очень часто говорим дети и забываем, что это люди, которые взрослеют и, в общем-то, проживают в своей жизни, действительно строят также карьеры. И здесь ты тоже об этом уже сказала. Конечно, наша, мне кажется, задача увидеть это. И если у тебя есть возможность создать ситуацию, в которой у них это развитие, это взросление будет происходить так же, как у всех остальных. Точно. Ну, надо тут без иллюзий тоже, да, потому что у всех людей разные возможности. У всех людей с синдромом, да, у нас разные возможности. Для кого-то то, что человек вырастет, получит образование, и просто будет где-то нужен, да, будет занят где-то и нужен. Может быть, он будет что-то элементарное делать, но для него это будет уже большое счастье, потому что он будет понимать, что то, что он делает, кому-то нужно. Может быть, он будет изготавливать какие-то изделия, например, и ему будут помогать люди при этом. А другой человек, может быть, пойдёт в офис, как Эля, не будет работать с документами. И для неё это будет тоже... Самое важное, что это не должно быть профанацией, это не должно быть... Искусственным. Абсолютно. Вот мы сделаем сейчас добрый шаг, мы вот посадим, выделим рабочее место, реально это человек... Ну, то есть мы создадим искусственный фронт работы, вот так не должно быть. Это должно быть... Конечно, сначала это добрая воля работодателя, и желание войти в эту историю. И здесь нужна очень поддержка большая этого процесса. Как раз у даунсайдапа и у синдрома любви у нас есть прямо технологии, как это делать. Мы обязательно проводим для коллектива тренинг по пониманию вообще, когда сотрудники будущие, которые будут работать с человеком с синдромом даун, могут задать все неудобные вопросы и быть готовыми, как там лучше реагировать и так далее. Но на самом деле правила все те же. То есть все те же, как и при общении с другими людьми. Может быть, надо просто учитывать, говорить медленнее, понятнее, повторить. Это и в принципе неплохо, ты знаешь, было бы. Я бы хотела сказать, что вот как раз ваши эти технологии, это вообще-то они помогают создать прекрасную атмосферу внутри организации, которая видит человека, которая заботится о человеке, бережет. Поэтому, говорю, это, мне кажется, всем компаниям очень полезно. Много компаний сейчас работают с вами в таком партнете? Нет. Таких случаев очень мало. И как раз наша задача, чтобы было больше компаний, готовых к этому по пальцам пересчитать, честно говоря. Поскольку у нас с тобой есть такая возможность, давай это предложим организациям. Давай предложим. Нас будут слушать разные совершенно люди, нас будут слушать компании. Вот мы с Аней хотим сказать, дорогие друзья, пробуйте. Да, это немножечко эксперимент. Это, конечно, ответственность, но это эксперимент, который приводит организацию к лучшей стадии ее развития. Это может быть, причем в разных формах. Даже можно начать просто... Мы же вот про вот инклюзивную атмосферу получаем. Можно начать просто с того, что пригласить волонтеров Синдром Дауна поработать на мероприятии каком-то в компании. Или сделать, может быть, экскурсию для людей Синдром Дауна и рассказать, чем занимается компания. Это для кругозора очень нужно. Или провести тренинг по пониманию разных инвалидностей. И мы проводим именно тренинг широкий, не только про людей Синдром Дауна. И помогаем людям лучше понять друг друга. Очень часто можно это сделать. Можно включиться в какие-то у нас есть спортивные акции, выставить там команду на забег, на фондопол. Это я еще отдельно спрошу. Это отличная у вас тема, между прочим. И то есть можно начать с небольшого шага и посмотреть, как это заходит. У нас есть компании, которые именно так начинали. Они вместе с нами пришли сотрудники и пробежали на нашем забеге. Спорт во благо. После этого, увидев, как классно, мы хотим еще и так далее. У нас есть там, например, сейчас идет новогодняя акция. Потом будет акция к Дню Человека с Синдром Дауна. И тоже компании в нее могут включиться, вовлечь сотрудников. Можно прийти у нас и поволонтерить. Сотрудники могут быть волонтерами. Я могу сказать на примере Школы управления Исколкова. Например, нас. Мы партнеры с вашим фондом. И все, кто у нас выпускался за последние несколько лет, все видели, как ребята ваши... Собственно, ваши ребята вручают цветы во время градиэйшена. Как они помогают нам этот градиэйшен устраивать. Какое настроение происходит. Конечно, это потрясающе. И мы очень благодарны школе, потому что это как раз вот тема, когда бизнесмен получает диплом и получает цветы из Дню Человека с Синдром Дауна. Это точно, так скажем, разрывает немножечко шаблоны. И сразу мы надеемся, чтобы мы слились. Знаешь, это точно, вот я тебе могу сказать, вызывает невероятную улыбку. Потому что как только ребята подходят с этими цветами, значит, это потрясающая улыбка сразу у всех на лице. Так что это создает, конечно, атмосферу и культуру. Поэтому спасибо за то, что вы тоже нас этому обучаете. Это, конечно, меняет и нас в том числе. Спасибо. Ты очень важную сказала вещь, тоже про успех, да, потому что вы говорите, что меры успеха могут быть разные. Мы настолько привыкли в нашем системе координат, что успех – это какое-то достигаторство, это сверхрезультаты и так далее. Ты говоришь, нет, вот разное может быть. Я помню потрясающую историю про как раз спортивный тандем. Вот можно тебе ее рассказать? Про меда. Да, 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 да. Ты расскажи, пожалуйста, эту историю, а я, если ты забудешь искать мою самую любимую часть, ее добавлю. Расскажи про то, как вы. Да, мы взяли именно с синдромом любви тему спорта. Да. Спорта, возможностей спортивных для людей синдромом дауна. И в частности, мы развиваем футбол. И это тема. Тут сложная командная игра. Когда мы начинали 8 лет назад, никто даже вообще представить себе не мог, что ребят синдромом дауна смогут в этой командной взаимодействии и так далее. А сейчас прям мы видим каждый день, как они все лучше и лучше. Есть футбол, есть бег, есть тема триатлона, которая недоступна, часто бывает. Тема триатлона. Да. И вместе с Сайрон Стар, вместе с Владимиром Волошиным. Прекрасным выпускником нашей школы. Мы задумали такой очень сложный проект, чтобы человек синдромом дауна прошел триатлонную дистанцию. И год назад в Сочи, но перед этим была очень большая подготовка, в которой участвовали атлеты во благо. У нас есть прям такое течение. Это в основном спортсмены, которые посвящают свои спортивные поступки поддержки людей синдромом дауна. И помогают им именно в спорте. И вот атлеты во благо готовили умедом Маткулова к тому, чтобы пройти триатлонную дистанцию в Сочи. Это было очень сложно и тяжело. В частности, например, велоэтап вообще нам не давался. И мы с Айрон Старом решили попробовать на тандемном велосипеде, в тандеме с атлетом это сделать. И пошли на это. И дальше, вот один год назад, к сожалению, погода не позволила триатлон, получился дуатлон. И этот рекорд зафиксировали как рекорд России. В этом году, месяц назад, мы поняли, ну надо всё-таки триатлон попробовать. И снова готовились. Так. И получился триатлон. Это было очень тяжело. Прямо вообще... Тоже с моментом. Да. И сейчас вот фиксируется рекорд России уже на триатлонной дистанции. И это, конечно, потрясающая командная работа. То есть это УМЕД и группа людей. Это фонд, это Айрон Стар, это много партнёров. И как его поддерживали вообще в процессе подготовки и на дистанции. Это просто потрясающе. Это прям... Вся команда Даунсайда по синдрому любви мы смотрели вот эти ролики, следили вот за этим процессом. И все мы просто за слезами на глазах, потому что это очень трогательно, это очень круто. Это вообще про поддержку, про то, что можно вообще вместе найти какие-то совершенно другие смыслы. И там, когда спортсмены, например, так скажем, борются уже не за свой результат, а они просто поддерживают кого-то. Это же тоже шаг очень сильный. Возвращаемся к программе. Скажи, пожалуйста, вот удалось ли получить эти ответы? И поменялись ли вопросы и ответы на протяжении программы? Безусловно. Вообще, Марина, я и тебе, и школе, и всем своим сокурсницам прям вот огромная благодарность во мне есть. И хотя я почти год назад закончила эту программу, она вот это всё время со мной. Это как посеянные семена, на самом деле. И я прям помню себя до и понимаю, что я вышла другая после. Это однозначно. И запрос был про work-life balance, запрос был, как не потерять себя, а ответы я нашла на многие другие, на самом деле, вопросы. И мне очень программа помогла именно находить в себе и в окружающем ресурсы. И даже в самые сложные, кризисные времена всё равно вставать, идти дальше, и даже какие-то новые горизонты осваивать. очень помогает общение с сокурсницами, потому что ты так подбираешь поток, удивительно. Каждая женщина – это легенда, история. Вообще каждый человек, понятно, у него сутки. В том-то и дело. В том-то и дело. И когда ты начинаешь соприкасаться с историями разных людей, и когда программа так построена, что ты очень глубоко в себе тоже копаешься в это время, всё это создаёт такой интересный эффект, вдохновение находишь. То есть там, понятно, были разные моменты синусоида. Да-да-да. Где-то была большая радость, где-то какие-то разочарования. И такие переосмысления. Но программа очень поддерживает тебя вот в этом процессе. И, соответственно, очень много и фишек, и вот таких моментов. Каждый день что-то всплывает. Вот в любой, в какой-то ситуации вдруг всплывает этот момент из флоу. Или есть всегда рядом твои сокурсницы, которым ты можешь... Да, это большая сила. Ты знаешь, что ты туда можешь прийти всегда за вдохновением, поддержкой. Это очень мощная вещь. Ну и вообще, наверное, часто сейчас особенно об этом думаю. Ведь мы же сами строим свою жизнь. От того, как высоко мы летаем, так у нас всё и складывается. И здесь я тоже очень сильно на флоу именно поняла, что какие-то мои внутренние ограничения и барьеры, они в частности не дают в чём-то развиваться и фондам. И это очень тяжело и сложно. И, наверное, это долгий ещё путь. Но, например, особенно соприкасаясь с историями других людей и видя вот эту поддержку, я начала замахиваться на какие-то проекты более, я не знаю, с другим совершенно горизонтом. Безграничным. С штабом, да. Я надеюсь, что это реально и в деле воплотиться. Но то, о чём я не была даже в состоянии думать раньше, а именно вот в этой ситуации, когда сейчас фонды выживают, фактически, да, и это так, и фондам очень нужна поддержка благотворительным, потому что западные доноры ушли, фонды очень много потеряли пожертвований, и это всё не быстро восстанавливается, и не все вообще пережили эту ситуацию. И вот несмотря на то, что такая ситуация, всё равно во всём всё равно надо развиваться. Даже в этой ситуации. Я, знаешь, тоже возвращаюсь уже теперь к сегменту, к самому НКО, к индустрии. Чуть-чуть хочу про это поговорить. Кажется часто, что деньги или великое, да, чем ты занимаешься, а смысленно, как будто бы не сходятся, как будто бы, вот, кажется, что неприлично говорить про деньги, да, и неприлично просить, а ещё неприлично платить зарплаты высокие, потому что ты все деньги стараешься, опять же, в общем, как бы употребить в поддержку семей, поддержку людей. Вот скажи, пожалуйста, насколько тема денег, она для фонда, для сектора, вот является такой краеугольной, как вы это осмысляете, как ты это осмысляешь? Ну, прежде всего, конечно, деньги – это ресурс, без которого, понятно, фонд не может работать. Я считаю, что хорошая некоммерческая организация подходит к проблеме всегда системно. для системной работы, то есть, например, да, мы тоже сначала решаем поддержать людей синдром Дауна, мы этот вопрос изучаем, мы решаем, что мы будем делать для того, чтобы поддерживать, но нам важно ещё и инициировать системные изменения, я стопроцентно согласна, на государственном уровне, чтобы вообще, так скажем, следующие рождающиеся дети синдрома Дауна жили уже в более адаптированной, например, реальности. То есть, фонд в результате должен делать очень системную работу, не только вот непосредственно то, что людям понятно, вот сюда пришла семья, и она получила помощь, а ещё и экспертно ходить постоянно к голосам и так далее, продвигать какие-то инициативы, писать книги, распространить знания, вот это всё делает и Дауна Сайдапа «Синдром любви», но вот, понятное дело, на любую системную работу нужны средства, и здесь очень важно уметь эти средства добывать, да. И я считаю, что на самом деле, если на нашем рынке НКО будет много профессиональных фондов системных, то денег в этот сектор придёт ещё гораздо больше. То есть, да, конечно, фонды конкурируют в какой-то степени, естественно, за ресурсы, но здесь, чем мы профессиональней, тем больше ресурсов. И вот мы всегда за то, чтобы делиться, делиться и технологиями, и просто за то, чтобы наши фонды просто профессионально строили диалог и партнёрство с бизнесом, с частными лицами. И поэтому вопрос денег — это вопрос очень часто партнёрства. Мы всегда, надо не просить, надо что-то предлагать. И всегда можно найти точки взаимовыгодные. Ну, то есть, это такой взрослый партнёрский разговор. Абсолютно. То есть, уход из такой немножко инфантильной позиции. Это уже профессионализация. И тут, кстати, во флоу тоже ко мне понимание пришло, что если ты заходишь в состояние жертвы, то есть, я была именно в состоянии такого, а, что делать вообще, где искать ресурсы. Это ещё такой сложный период пришло, когда всё рухло. Ну, да, абсолютно. И это понятно, да. И потом я стала думать, ну, вот от того, что я загнала себя вот в эту ситуацию жертвы, грубо говоря, я партнёром сейчас не сильно видна. Я видна именно с такой какой-то позиции слабой. А на самом деле мы же предлагаем вместе делать что-то очень значимое и нужное. И если ты именно предлагаешь на равных историю, как это модно говорить, win-win, да, то это другая позиция. И вот мне кажется, что для НКО очень важно, и то, что школа помогает лучше понять, например, запросы бизнеса или частных лиц. Надо просто вместе менять этот мир к лучшему. Ещё хочу коснуться тем, вот зарплаты, так далее, да. Конечно же, в НКО очень много волонтёров, и... Это нормально. Это должно быть. Это должно быть, конечно. Но ты с волонтёрами не построишь свою работу системную, потому что волонтёр сегодня есть, завтра нет. Естественно, у тебя должны быть обязательно люди, которые получают зарплату достаточную, чтобы нормально... Фонд – это организация. Конечно. Абсолютно. Конечно же, на рынке НКО зарплаты не могут сравниться с коммерческими, и людям, у которых, так скажем, большие коммерческие запросы, наверное, очень сложно будет работать в НКО, честно, да, потому что здесь мотивация, она не про деньги. Мотивация должна быть именно в том, что ты делаешь и зачем ты это делаешь. Но! Жить же надо, и поэтому я как раз за то, чтобы люди в секторе НКО могли получать нормальную оплату и могли рассчитывать на то, что завтра у них будет работа. Да, я с тобой совершенно согласна, и мне кажется, эта дискуссия ведется всегда тоже между фондами, вообще в индустрии, и фонд «Друзья» очень много про это тоже говорит. Как раз профессионализация, она профессионализация во всем, в том числе в том, как твоя организация развивается, действительно, что происходит у тебя и с зарплатами, какая у тебя бизнес-модель, какая у тебя операционная модель. Еще какое-то время назад все эти слова, как будто бы были неприменимы к фондам. Сейчас это, конечно, не так. Есть программы, которые обучают это делать. Наша выпускница «Четвертого потока» Ань Чечек возглавила программу «Школа филантропии», сейчас как раз ей занимается. Мне кажется, очень важным, в принципе, профессионализацию это развивать, но развивается она тоже через людей, через понимание того, что, да, фонд, конечно, это не простая организация. Мы с тобой про это тоже говорили. Ты говоришь, не такая, все-таки другие правила, да? Даже если ты описываешь бизнес-словами, бизнес-модель, но правила все равно немножко другие. Вот скажи, пожалуйста, чем отличается фонд от любой другой организации коммерческой компании, да? Вот можешь рассуждать? В фонде очень сильная ветка именно предназначения, то есть фонд очень четко должен всегда держать фокус на миссии своей, на стратегии и на выверении постоянно, что то, что ты делаешь, оно действительно тебя приближает, и ты в ту сторону идешь. У фонда всегда есть очень высокие риски распыления, потому что, на самом деле, проблем миллион, даже вот вокруг синдрома Дауна, например, есть море всего, что нужно вообще сделать, и фонд это понимает, и тут важно сфокусированность, и тут очень хорошо бизнес-технологии тоже могут помочь. Бизнес-технологии применимы, в принципе, естественно, но с какими-то поправками. Я с этим постоянно сталкиваюсь. То есть все-таки немножко другая система принятия решений, то есть на приоритизации в этой системе. Здесь надо, так скажем, в стремлении к эффективности не потерять смыслы часто. То есть здесь какой-то баланс выдерживается постоянно. То есть в фонде должна быть доброжелательная такая атмосфера. Иногда, например, в жестком бизнесе, без четкого соблюдения определенных регламентов, правил и так далее. Окей, тебе не подходит этот регламент? Давай расстанемся, придет следующий в ходе. Ну да, то есть человек менее важен, чем процесс, а здесь у тебя человек всегда на первом месте априори. Потому что иначе ты саму даже атмосферу потеряешь. Потому что что такое, например, семья приходит в фонд, ты заходишь в здание, если у тебя коллектив работает в другой атмосфере, то это сразу будет диссонанс. То есть у нас в коллективе совершенно так же должны быть те же ценности. Абсолютно. мы все разделяем эти ценности, мы поддерживаем друг друга. И иногда бывает, что очень сложно это сочетается с высокой эффективностью. Ну да. Это вот прям сложная задача управления НКО и жизни внутри НКО. мы в нашем подкасте делимся тем, что нас вдохновляет. И я хочу тебя спросить, вот что тебя сейчас вдохновляет? Может быть, какие-то книги, может быть, какие-то фильмы, может быть, какие-то концерты? Что вдохновляет тебя? Чем ты можешь поделиться с нашими слушателями и зрителями? Меня всегда вдохновляют люди, которых я встречаю. И здесь, мне кажется, эта тема на самом деле умение увидеть того, кто рядом с тобой, умение принять то, что с тобой происходит, как часть пути, умение быть в потоке, то, чему учат всегда на флоу, это очень сильная вещь, потому что если действительно видеть, слышать, стараться быть осознанным, то ты чувствуешь свой путь. Ты его прямо чувствуешь? Да. Но это очень сложно. Я вот перед собой ставлю все время такую задачу именно меньше выпадать из этой осознанности. Скажи, пожалуйста, вы проводите спектакли Театра Теней в открытом формате или корпоративно? Тоже я очень хочу поделиться со всеми спектаклями вашего театра. и мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше зрителей и слушателей посмотрели на те спектакли, которые ваши ребята делают. Расскажи, как они проходят. У нас Театр Теней мы выбрали не случайно именно, потому что возможно у людей синдром Дауна вот именно речь это не очень сильная сторона, а мы пытаемся именно через сильные стороны действовать, а вот зато подражание, движение, и мы подумали, что такая форма как Театр Теней она очень хорошо раскрывает ребят. И у нас есть спектакли Театра Теней и мы с удовольствием выступаем по приглашениям, это даже может быть в компаниях, это может быть на каких-то мероприятиях и всегда ищем такие возможности и со Сколковым мы тоже будем делать. Спасибо тебе большое, но мой финальный вопрос он снова про тебя. Скажи, пожалуйста, а какой твой следующий шаг? Если говорить про именно наше большое дело помощи людям синдрома Дауна, то сейчас мы задумались о... Мы всегда стремимся использовать IT-технологии, потому что часто очень люди, которым нужна поддержка, они могут находиться очень далеко, а сейчас вообще в разных странах и мы всегда стремимся, что у нас всегда есть дистанционные форматы, даже группы онлайн и так далее, очень много материалов на сайте. Мы думаем о том, чтобы создать сейчас возможно мобильное приложение, это я как я делюсь идеей такой, да, я надеюсь, что у нас получится, которая бы помогала именно поддерживала бы семьи, поддерживала самих ребят в теме коммуникации и общения. И это такие пока размышления и планы и здорово, что эту тему можно вообще выводить и на другие языки, и на международный уровень. То есть сложно сейчас в этой ситуации говорить о развитии, но мы думаем в эту сторону, надеясь, что у нас получится. Ты знаешь, я думаю, что когда, опять же, про границы, можно видеть ситуацию ограниченной, в которой очень сложно, а можно раздвинуть эти границы очень широко, и от этих границ сегодняшняя ситуация уже не кажется такой кошмарной. так что то, что вы раздвигаете границы, то, что ты раздвигаешь границы, это как раз говорит о том, что на фоне этого с любой ситуацией можно точно справиться. Я тебя благодарю за наш разговор, я действительно всех призываю посмотреть на разные фонды, но особенно на то, что делает фонд Downside Up, посмотреть на ваши прекрасные тренинги, посмотреть на театр, приглашать ваших ребят к себе на работу, к себе на волонтерство, потому что соприкосновение с такими людьми, конечно, меняет и нас, и наши организации. И спасибо тебе и всей твоей команде за это. Большое тебе спасибо. Марина, спасибо большое тебе и всей команде и школе. А это был подкаст «Следующий шаг», подкаст о поиске смыслов. Мы их сегодня искали вместе с Анной Португаловой. Меня зовут Марина Карбан. Над выпуском работала команда школы управления Сколково. Подпишитесь на нас, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok